Тверской гостехнадзор начал проверку самых любимых летних развлечений жителей области и аттракционов. Всего 160 стационарных каруселей, разбросанных по всему региону, инспекторы должны посмотреть, оценить их рабочее состояние и дать разрешение на эксплуатацию. Оцениваются конструкции по новым федеральным нормам. О них инспекторы рассказали владельцам подобных развлечений, чтобы те были готовы к новым ужесточенным правилам. Инспекторы гостехнадзора ежегодно перед началом самого активного периода использования аттракционов проверяют их состояние и безопасность. С тех пор, как в 2014 году в Тверской области было принято решение о наделении этими функциями региональной инспекции, количество нарушений резко сократилось. И за пять лет было выписано не более 10 штрафов за нарушение. Благодаря тому, что в Тверской области была организована система государственного надзора за механизированными аттракционами, в случае причинения беда жизни и здоровья пассажирам аттракционов на территории Тверской области зафиксировано не было. Вслед за Тверской областью функции на осмотр были переданы еще в нескольких субъектах России. А теперь появился и новый, общий для всех федеральный закон. Обо всех изменениях инспекторы ведомства лично рассказывали владельцам аттракционов. В частности, интерес вызвал вопрос о новой классификации. Теперь карусели разделены по степени рисков, связанные с высотой и скоростью движения углом наклона кресел. Таких степеней четыре. От RB1 до RB4. В первую группу с высокими рисками включены аттракционы, где высота подъема людей превышает 8 метров, а скорость движения 20 метров в секунду. Их владельцы должны зарегистрировать в первую очередь. В законодательстве предусмотрен у нас переходный период. Он в зависимости от степени биомеханического воздействия аттракциона подразумевает сроки от 24 до 30 месяцев. То есть это тот период, в течение которого эксплуатант обязан привести всю документацию на аттракцион в соответствии с требованиями законодательства, обратиться в орган гостехнадзора и зарегистрировать аттракцион. Также теперь закреплен обязательный ежегодный осмотр подобных развлечений. Но для Тверской области это не в новинку. Инспекторы гостехнадзора и так ежегодно осматривали аттракционы. Кроме того, за них отвечают и сами владельцы. У нас каждый год проходит проверка специализированной организации всех аттракционов. Они выдают свое заключение о работоспособности аттракционов. Помимо этого у нас техническая служба создана, которая каждый день занимается аттракционами. То есть проводятся разные обслуживания в зависимости от сроков работы. То есть каждый день работают. Ну и напоследок. Напомним, что несмотря на все предостережения инспекторов и постоянные проверки, карусели небезопасны для детей. Поэтому в обязательном порядке проверять аттракционы должны и родители. Вес, рост, возраст ребенка, его физиологические и психологические особенности. Теперь эти критерии должны стать основными при выборе развлечения для детей. Перед тем, как разрешить ребенку прокатиться на выбранной им карусели, вы должны 300 раз подумать и проверить ее безопасность. Например, подойти к ограждению, посмотреть, есть ли на ней копия свидетельства о регистрации аттракционной техники. Если же оно есть, то смело можете отдавать ребенка, пусть катается. В копии свидетельства обязательно должны быть проставлены сроки действия разрешения, год выпуска карусели, печать госинспекции, фамилия инспектора с его подписью. Если этих данных нет, то это может быть подделка. Будьте осторожны.